Всем доброе утро! Мы приехали погулять с Каринкой. Ну как погулять? Скоро юбилей, а нам, как всегда, ничего одеть. Мне кофточку выберем или платье. Хочу платье. Если сейчас Каринка это, она против, она уже машет. Хочу платье, они мне не дают платье. Это, Сергей, в берегу члены костюмы. Короче, приехали по магазинам. Так, мне уже сходу нравится этот джемпер. Так, размер. Размер. Тут размера нет, но это, наверное, небольшое будет. Мне все время кажется, что у меня еще что-то большое может быть. А, они, наверное, одного размера, как я поняла. О, Керя. Выбрали Карине. Два комбинезона. Сколько? Десять. Сейчас я уговорю ей с кушаком взять вот этот комбинезон. Да, если ты говоришь, надо брать, это точно не надо брать. Пусть все есть и диска есть, и пайетки, и все, что хочешь есть. Что-нибудь сейчас выберем. Приехали в Манго. В том магазине так ничего не выбрали, потому что на меня ничего не было. А Каринки сарафан был чуть-чуть. На размер больше был бы. Было бы как раз так, он чуть-чуть неуютно в нем было, короче. Уже полетела туда. Как раз практически подъехали в платье. Ну, может, надо. Вот такой цвет насыщенный. Сейчас еще одну применю. Я же хочу себе платье. Какое-то оно мрачное, и оно мне большое, конечно, но... Сейчас оно какое-то ненарядное. Хочу платье длинное, с большими цветами. И когда говорю Калины плохо, что-то этого становится. Мы уже пришли в другой магазин. Брюки нашла, сейчас брюки померю. Платье, короче, это точно не мое. Ничего на меня нет, чтобы... Сейчас будет... Джинсы как влитые. Джинсы, наверное, возьму, так редко бывает, что одела. И прям, прям как раз. Джинсы будем брать. Потом, если платье, еще встречу, возьмем платье. Мы вышли с магазина, уже у нас темно. Купила я себе джинсы. Купила я себе костюм. Платье не купила. Платье я себе не купила. Зоехали к Люде. Мне понравилась куртка. Что, мне вообще понравилась. Шикарная куртка, между прочим. Шикарная, шикарная. Я не сказала, что она плохая. Я сказала, что она 150 штук не стоит даже. Ну, это я так сказала. Я знаю, что просто у нее и тут вещи дорогие. Так, и есть даже тяжело где-то. Вот, но тут еще есть ремешок, чтобы сделать талию. Какая шикарная. Мне нравится и капюшон. Мне надо было не шубу купить, а эту куртку. Слышь, мне коричнево очень нравится, кстати. Это такой же? Да. Что, говоришь? Я больше с ним не знаю. Мне нравится, мне уже нравится. Я тебе серьезно, я, честно говоря, тебя в нем... Ты же мне сказала, придем. Неправильно. Вот, пуговицы две. В смысле, мне кажется, тебе побольше можно даже было бы размер. Ну, у меня плечи... Свободнее. Чтобы он был прям свободным. Свободнее. Это у меня, знаешь, какой размер? Вот у меня сейчас свой, 46. Вот это какой размер пиджака? 46-й. А, 46 это? Просто чуть-чуть топорщится пуговица. Тебе так не кажется? Вот тут, да. Чуть-чуть пояс поднять. А. И сидеть сюда, да. Ну, а что, смотри, какой классный. У него вид богатый такой. Дороговато. Смотрится очень красиво. Иди штаны, одень. Угу. Шоколадный на костюм. Сколько он, 24? Да, 24. Ну, Ира еще сделает скидку, да? Вообще нет у вас сейчас скидок? Нет. Думаю, она в WhatsApp связь. Она, наверное, уберет. У меня на этот желтый сегодня целый день. То это железка желтая. Это комплект, да? Это можно отдельно, можно комплектом. Там внизу сарафан. Нет, прессирует. Карин, ты что там? Они есть в трех целых. Конечно, надел, они не длинные. Ну и что, мы хотя бы поймем, как они сидят. Они нам не будут. Хорошо. Нарин, он прям твой. Знаешь? Вот этот вот поправь этот. Что-то с поясом замес немножко. Не надо ей коричневый будет. Мне кажется, прям ее. Синяя, он какой-то не такой. Не начинай. Он у мамы немножко не такой. Как коровье седло. Ну, короче, без комментариев. Посмотри, как на тебе штаны хорошо. Да, да. Да не надо мерить. Твое коричневое? Ну, пускай померят. Вот этот туп свой с кружавкой оденешь. А, серый? Да. Ну, она сядет, у нее разойдется. Нет, цвет синий. Я говорю, это не я, это синий. Правильно, правильно. А это цвет, да. А это цвет. Это цвет. Этот по-больше. Да? Да, он мне. Вот этот шикол. Мне этот цвет нравится. Да, да, да. Вот этот. Да, он как будто два разных костюма. Короче, пускай берет тут. У тебя шанс будет еще. Такой, да нет. Отжать. Чего? Шанс отжать будет. Только вот это? Да. Смотрите, это сорок второй. Да ладно, это сорок второй размер? Это сорок два на сорок два, да? Ну, приблизительно, да. Сорок два, сорок четыре. Вот, видишь. Наверное, сорок четыре. А ты говоришь, сорок шесть. Ну, я сейчас купила себе джинсы, сорок шестой костюм. Ну, это российский, а это не российский. Ну, что? Приходит что-то в размере из шестка. Куда без этого, смотри, там, какой вырез получается. Не, не пойдет. Нет, пойдет. Я, если тоже не буду носить, то без ничего. Красивая. На нее? Да, куда без ничего. Куда, бюст красивый. Либо бюстье такого тоже плана. И больше туда ничего не надо. Водолазку туда надо раздевать. Шелковую мальчику. Видишь, шикарно. Секунду стоит двадцать четыре, да? А, я сразу по шляпам. Мне вот эта муаровая шляпа понравилась. Она одна, как я. Вы знаете, я не знаю, что я. Я не знаю, что я. Мне даже кажется, что она в этой шляпе появилась. Костюм тут хоть не возьму, может, шляпу возьму. В универсале уже Новый год. Ну, восемнадцать, штрернадцать. Даня, наехал? Нет, пока через двадцать пять. Ну, понял, я не хочу. Если тут все такого типа, ну... Не, ну, на второй этаж. Пойдем, где дорог дорогой? Да, я пошел. Там в смысле отпустить. Ничего выбрать не можем. Все, что нравится, мы в него не влазим. Все, вернулись мы уже домой. Опять получается, выезжаем на час-два. Получается так, что нас полдня дома нет. Выехали где-то часов. А сколько мы выехали? Ну, короче, пять часов у нас дома не было. Карине наряд не купили. Все, что она перемирила, ей не понравилось. Расцветка не понравилась. Вообще ничего не понравилось. Один комбинезон, который мерили, мне понравился. Я так засняла, маме понравился. Каринке что-то он не понравился. Ну, не знаю, подумай. Это она вообще платье хотела. Если ничего не найдет, наверное, поедем, тот комбинезон возьмем. Устала. Я себе купила наряд. Платье, конечно, не купила. Купила себе брючный наряд. И купила джинсы. В первом магазине прям зашла, джинсы померила. На глаз смотрю, 46 размер. Думаю, это, по-моему, мой размер. Такая посадка высокая. Короче, влезла идеально. Джинсы купила, костюм купила. Еще один костюм так понравился. Круточки поехали. Она говорит, ну, Карина наряд. Она говорит, мне там один костюм понравился. Пошли померили. Карины цвет не понравился. Синий цвет вообще не подошел ей. А я померила шоколадный костюм. Мне прям он очень понравился. Но уже я себе и джинсы, и костюм купила. Если бы мы сначала к Люде поехали, я бы тот костюм взяла. А так уже все деньги растратила. Короче, думаю. Может, на какое-нибудь следующее мероприятие этот костюм возьму. Или нет, потом пойду возьму. И уже это он не будет жить. Давай спокойно, пока я его не купила. Короче говоря. Все объездили. Ничего, Каринки не купили. Ну, завтра еще поедем. Читаю книгу. Морис Дреон. Я сначала думала, что его самое лучшее произведение это «Проклятые короли». Все, наверное, читали, да, «Проклятых королей». Нет. Вот эта вот книжка, его самое лучшее произведение. «Садо-страстие бытия». Я ее уже, наверное, третий раз перечитываю. Читается легко. Тут и шрифт большой. Все буквы вижу. И так на одном дыхании. Просто когда время есть, тогда читаю. Лучше говоря, устали. Раньше выехали час-два, и все, и домой. А сейчас в обид выезжаешь вечером, поздно вечером домой приезжаешь. Уже восемь часов. Уже хочется, по-большому счету, вечером отдыхать. Но самое главное мы сделали. Мы заказали... Я сейчас про банкет говорю. Мы заказали зал. Мы заказали меню. Единственное, нам не понравилось там, что девочек будут петь. Мы их не знаем, никогда не слышали, где они раньше поют. Зять будет заказывать тех музыкантов, которых мы уже знаем. Что мы... Ну все, гостей мы пригласили. Осталось только отпраздновать, и все. А, нет, еще наряд жене не купили. У девчонок наряды есть? У мамы наряд есть? У мамы брюки хотела еще? Ну, мы завтра поедем. Мы ей брюки нашли. Но покупать не стали. Лучше я с ней поеду. Она примерит сразу. Чтобы потом туда-сюда не катать, отдавать. Ну все. На этом будем прощаться. Большое спасибо, что и сегодняшний день провели вместе со мной. Увидимся завтра. А, нет, завтра не увидимся. Завтра я буду снимать штору. Внизу штору новую покупали. Стюлю мерили, мерили, отмеряли. И неправильно все равно отмерили. Она у меня с одной стороны прямо на полу лежит. Завтра будем ее снимать, опять отмерять. Короче, завтра я буду целый день заниматься шторой. Если время будет, что-нибудь поснимаю. Вспомню, что это опять распарывать, перешивать. Ну ладно. До скорых встреч, так скажем. Субтитры сделал DimaTorzok